Здравствуйте, прелестники и прелестницы! С вами Светлана Прель. И, равнясь смирно, у нас в гостях Наталья Поклонская, юрист, депутат Государственной Думы, российский политик. Наташа, здравствуйте. Я сказать, что рады вас видеть, это ничего не сказать. Вот звезды сошлись, и сегодня не только день Конституции, а я умудрилась родиться в этот день до 12 декабря, но еще так совпало все, что у вас был отрезок небольшой по времени, и вы смогли приехать и дать это интервью. Спасибо вам большое. И редкость для политика, когда человек сказал и сделал, это я уже оценила, и мои зрители это оценят тоже. Вот, большая-большая редкость. Оказывается, политика может быть женским лицом. Оказывается, если мы говорим про политику, это, как правило, рассуждая так шаблонно, это грязное дело, да, но я наблюдая за вашей деятельностью, почему я очень хотела, чтобы вы стали героиней моей программы, вы и так героиня, да, а стать героиней моей маленькой пока крошечной программы, это, конечно, большая честь для меня, потому что я всегда уважала тех людей, которые могут пойти против толпы, которые не боятся быть смешными, не оборачиваются на какие-то другие мнения, мне это тоже очень близко, но выпало вам так по судьбе, вот такой хрупкой и нежной, выстоять и до сих пор стоять так вот похлеще мужчин будете, спасибо вам большое, потому что у меня мнение о политике вот реально меняется. Спасибо вам за приглашение, за такую оценку, я никакая не героиня, я просто делаю свою работу, в прошлом прокурор, и определенная закалка в характере, есть принципы, которые я стараюсь не нарушать, ну, прежде всего, это все, что мы делаем, мы делаем люди, которые наделенные властью, эту власть используют в качестве инструмента для того, чтобы помочь другим людям, обычным, обычным гражданам, собственно говоря, именно они и наделяют нас этой властью, для того, чтобы мы приносили пользу, пользу им, пользу нашей стране, пользу государству. Вот когда вы вышли на политическую арену, и всех, конечно, удивил, с одной стороны, такие абсолютно волевые поступки, с другой стороны, я даже вот пересматривала интервью, ну, такой кроткий голос, да, я к тому, что вы рушите шаблоны, и вообще любой психолог, не психолог, он просто бы, вот глядя на вас, не зная вашей истории, да, ну, так бы описал, ну, такая нежная, кроткая, застенчивая девушка, очень миловидная, все, да, но, посмотрев вот в действие вас, да, вот этот кроткий голос, несмотря на то, что вот он такой спокойный, да, тембр голоса такой вот невысокий, и такие героические поступки, когда мужики прячутся, а Наталья Поклонская говорит, а я возьмусь и сделаю. А как вот, откуда такие ресурсы, откуда эта сила, да, в этой хрупкой женщине, что вот не страшно пойти против всех, когда все голосуют за, а Наталья Поклонская отворачивается и говорит, а, знаете, друзья, а я вот, в общем-то, против. Это как, а почему не страшно-то? Я бы не говорила так относительно наших мужчин, потому что... Не всех, не всех, мы так, мы обобщаем, есть, конечно, мужчины достойные, это все понятно, я обобщаю, да. Слава богу, они есть. Слава богу, да. Да, и что касается голосования по пенсионной реформе, я до последнего не знала, как я буду голосовать. Первоначально, вот когда только законопроект поступил в Думу, и он обсуждался на комитетах, ну, профильный комитет, во внутрифракционных группах, все это, конечно же, я тоже слышала, воспринимала, и те аргументы, которые были заложены первично в этот законопроект, они были настолько неубедительны, я ответила на вопрос в соцсетях, который задавали крымчане, обращаясь к крымским избранникам, ну, к крымским депутатам. А вот теперь посмотрим, как крымские депутаты проголосуют. Я ответила, что я сразу сообщаю, как я буду голосовать. В том виде, в котором он поступил на сегодняшний день в Государственную Думу, я буду голосовать против. То есть на тот момент я сделала такое заявление, но голосование в первом чтении законопроекта рассматривалось спустя три или четыре недели, спустя месяц. Потому что долго-долго вот эта вот катавасия была вокруг этого законопроекта. И прежде чем идти на голосование, я этот вопрос прорабатывала, вносила какие-то свои предложения, которые не были учтены. И решила так. Я буду слушать все аргументы, которые будут высказаны с высокой трибуны парламента нашей страны. Выступал министр, выступала счетная палата, выступали докладчики фракции «Единая Россия». Ну, все выступали. Ну, честно. Вот те аргументы, которые были высказаны, это необычайное увеличение продолжительности жизни россиян. Непонятно по какой причине, что все скоро станут бессмертными. То есть, если, исходя из этой логики, лет через 50 мы будем жить по 160 лет. Ну, общаясь на земле, в деревне, в моей родной деревне, где я родилась, выросла в Крыму, в других городах маленьких, крымских, и общаясь с представителями здравоохранения, ну нет, не увеличена продолжительность жизни. Они отчеты сдают, они каждый месяц направляют в Министерство здравоохранения и республики свои отчеты, там определенные графы, и количество поступивших, смертность и все остальное. Нет увеличения этой продолжительности жизни. Поэтому откуда такие цифры? Мне абсолютно, вот это понятно, не только мне. Мне непонятно, как не страшно быть против всех порой. Это не против всех. Здесь большая-большая ошибка. И меня так хотят представить, что Поклонская против всех. Нет, я совершенно не против никого. Ну, против большинства мнений. Нет, я даже не против большинства мнений. Я за людей. Я за свои принципы. Как хорошо вы сказали. Я за справедливость. А за людей? То есть, получается, нас-то большинство? Когда я проголосовала против пенсионной реформы, ко мне подходили из фракции «Единая Россия» депутаты. И говорили, Наталья, какая ты молодец. Спасибо, что хотя бы ты смогла проголосовать так, как надо. И моя жена, и моя семья передает тебе поклон и спасибо. Я, к сожалению, не мог так сделать, потому что у меня определенные обязательства. У меня семья. Мне надо думать о будущем. Вот, я об этом вам говорю. У меня тоже семья. Я тоже все это понимаю. Но для меня каждый человек делает выбор. И вот на чаше весов стоит выбрать. Либо плыть по течению вместе со всеми. Дружно, весело, радоваться. Ни за что не переживать. Не волноваться. Веселиться и плыть со всеми. Но в конце будет падение. Потому что в воде надо падать. И так дружно, весело все и падают обычно. Тот, кто встает против течения, ему тяжело. Он один, ему страшно. Ему неудобно, ему некомфортно. Он выходит из этой зоны комфорт. Но у него другая дорога. Какая это дорога? Одному Богу известно. Ну просто я считаю, что имея ту закалку, которую я получила в органах прокуратуры Украины, затем в органах прокуратуры Крыма, как независимого Крыма, когда мы провели референдум и попросили Россию принять нас в состав Российской Федерации, в составе уже прокуратуры Республики Крым, в Российской Федерации, а также приняв для себя один раз волевое принципиальное решение в 2014 году, когда я приняла решение увольняться и уходить в никуда из Генеральной прокуратуры Украины, у меня была прекрасная перспектива карьерного роста. Меня должны были назначить прокурором Дергачевского района города Харькова. То есть все было хорошо. Но когда случился государственный переворот, когда я понимаю, что форму надо надевать, мой прокурорский китель и отдавать честь фашистам, националистам, вот этим преступникам, которые свергли законную власть, изменили конституционную строй, между прочим, совершили огромное, тяжкое преступление, и им ходить честь отдавать, то, конечно, я этого делать не стала. И приняла для себя один раз волевое решение. После этого другие решения. Ты просто, ну, тяжелее принять другое решение. Вот вы не боитесь, да, сказать свое мнение, а журналистов, которые берут и задают неудобные, скажем так, вопросы, вы как к ним относитесь? Это же тоже смелость определенная. Одни там какие-то зададут вопросы по регламенту, заранее что-то обсудив, а другой какой-нибудь журналист, ну, может, попадался в вашу жизнь какой-нибудь смельчак, возьмет и какие-то вот неудобные для власти вопросы задаст. Вы как к нему отнесетесь? Заставите потом запятые в чьи-то линии? Нет, конечно. Ну, то есть тоже с уважением, да, вот к таким вот смельчакам или... Это работа, и каждый задает вопросы, и каждый выполняет свою работу от того, что у него внутри. Вот как он к этому относится. Мне разные вопросы задавали. Первая моя пресс-конференция в 2014 году. Я до этого, ну, представляете, никогда не имела вот такой практики общения с журналистами. А здесь прокурор республики Крым, которая на Украине преступница, обвиняется во всех тяжких преступлениях. И тут захватила власть в Крыму, повела сотрудников не туда, куда надо. Куча микрофонов передо мной. Япония, Китай, Украина, Россия. Мне уже страшно. Меня не видно было из-за этой горы микрофонов. Ну, конечно, я волновалась. Конечно, мне было страшно. Но только я об этом старалась не думать и не думала. Мне не до этого было. Я должна была защищать. Защищать свой коллектив. Защищать свою родину и защищать Крым. Я помнила и все это видела. У меня на глазах все происходило. То, что в Киеве было. Я, будучи прокурором, вместе со своими коллегами регистрировала преступления, которые совершались в Киеве на Майдане. У нас под окнами бесконечно возили либо трупов, либо раненых с Майдана на скорой медицинской помощи с этими мигалками и сиренами. Пожарную машину не разрешали активисты Майдана пожарной машине проехать в горящий дом жилой, чтобы потушить. И все это происходило на наших глазах. Я все это помню. Я все это знаю. Во мне это все живет. Всегда будет, наверное, жить. Это страшно на самом деле. Всякие эти названия. Революция. Революция. Нет революции. Это переворот. Революция это переворот. Государственный переворот. Захват власти. Вот и все. Поэтому, общаясь с журналистами и отвечая на их неудобные вопросы, конечно, ты волнуешься. Но ты понимаешь, что ты представляешь сегодня вот тех всех, кто ждет от тебя, что не от тебя даже, кто ждет какой-то защиты, какой-то справедливости. И ты защищаешь свою родину, ты защищаешь память своих предков. Как на передовой. Как на передовой. Не имеешь права. Вот за нами только Москва. Да, правильно. Еще вот такой момент. Просматривая, вообще вспоминая героев войны, я сталкиваюсь с таким вот моментом. Ну, не только я, понятное дело. У каждого из нас какой-нибудь пример в голове да возникнет. Да, когда критическая ситуация, вот совсем никак, да, погибли два офицера. И мужчины боятся встать и пойти в атаку. И вдруг хрупкая девчонка, Римма Иванова, герой Первой мировой войны, да, она встает и говорит, в атаку, ребята. И они смотрят на эту хрупкую девчонку, похожую на вас, да, вот такая вот вся миниатюрная. Я не знаю, что у мужиков включается. Может быть, стыдно становится, да, когда она бесстрашная бежит и говорит, в атаку. И она поднимает рот у солдат. Она была смертельно ранена, и последние ее слова были, ну, свидетели, да, очевидцы сказали это. Господи, спаси Россию. Вот это удивительно. Вот я к чему это говорю? Что, может быть, и по природе женщине дано рожать, то есть такие муки, что мужчина бы вряд ли какой выдержал, да. Может быть, это мы, женщины, такую снисходительность к мужчинам проявляем и говорим о том, что они сильный пол. Может, это наше лукавство какое-то идет, испокон веков, из поколения в поколение. Может, вовсе это и не сильный пол, когда критическая ситуация, и женщина хрупкая кричит. Ребята, вы что вообще? Опомнитесь. Я здесь не соглашусь. Это как женщина воспринимает. Я считаю, что мужчина – это сильный пол. Мы, женщины, должны оставаться нежными, должны оставаться женственными. А мужчина должен быть благородным, достойным, сильным мужчиной. Вы правильно говорите, должен быть. И если мужчина рядом действительно достойный, тогда женщина становится хрупкой, нежной. Он позволяет ей быть такой женственной, правильно? Если рядом достойный мужчина. Ну, к примеру, и для справедливости я приведу пример наших солдат Беркута, крымских. Ой, это ребята, конечно, все герои. Которые с Майдана и с Киева. Вот троих мы привезли в гробах. Они погибли, защищая порядок на улицах Киева. Очень многие. У меня было 69 потерпевших по уголовному делу в отношении одного сотрудника, активиста Майдана. 69 потерпевших. Это ребята, которых обливали огнем, коктейлями Молотова, которые горели. У которых либо глаза нет, либо руки перебиты, либо ужасные ожоги, либо стреляли, и пуля прошла там на вылет, либо выжившие. Ну, они герои. Герои все. Они герои. Они герои все. Это страшные кадры. Я вспоминаю. Это было смотреть невыносимо. Больно. Вот правда. Я когда смотрела все эти события, я уже не смотрю телевизор, честно говорю. Не смотрю. Потому что я понимала, что настолько это больно было мне, что я понимала, что еще чуть-чуть у меня будет нервный срыв. Я не знала, чем помочь. Но я видела этот ад, который творился на земле. Это безумие, когда вдруг моя подруга начинает нести вообще такую чушь. Мы с ней вместе играли в одной песочнице. Я думаю, мир сошел с ума. Да, мир действительно сошел с ума. Знаете, что самое страшное? Это то, что мы сегодня, сегодня мир на земле. У нас в России, слава богу, все хорошо. В Киеве тоже так было, все хорошо. В один момент щелкнуло, все. Все. Вот просто война. 17-й год, 1917-й год. Как они говорили, революция, так это была первая реализация государственного переворота у нас в стране. 1917-й год. Это мы называли в прокуратуре. Сидим, шутим. Под окнами в одно и то же время приезжали майдановцы, там с румпором кричали, ганьба, вы хоть ты, сэрэдвасщие люды. Ну, по-украински. Да, я понимаю. У нас позорили, там, пшонку намыло и тому подобное. Так вот мы сидели и шутили, в окно смотрим, а там эти дикари майдановцы с кастрюлей на головах, голые, на улице минус 20 мороз, они голые, под воздействием каких-то препаратов. Эти барабаны в кастрюли стучат. Ну, дикари. Племя умба-юмба. По-другому не назовешь. Это люди, которые уже вроде бы как и не люди. Они не осознавали, что они делали. Они под воздействием чего-то. И эта массовость, вот она так влияла на всех жителей Киева, абсолютно на всю страну. Вот эта вот массовость. Мир очень легко потерять. Очень легко. Мало кто понимает, что мир такой хрупкий, и его нужно беречь. Нельзя поддаваться. Сегодня пропаганда идет. У нас, на российских телеканалах, государственных, политические ток-шоу. Что мы сегодня видим? Мы видим, как представители из Украины, политики так называемые, клоуны и шуты позорят свою страну. Позорят, позорят не за бесплатно. Мы видим, как это нравится у нас на каналах. Что шут из Украины позорит дальше свою страну, уже ниже Плинтуса, еще больше. Зачем? Зачем культивировать вот это вот отвращение к украинскому? Согласна. Да нет, Украина не такая. Я могу сказать, какая Украина. Украина не такая. Украина это Россия. Конечно. Украина это окраина России. Совершенно верно. И там живут люди, точно такие же, как и мы. И они хотят жить под мирным небом. Они хотят, чтобы дети ходили в школу и их спокойно встречать дома, не переживая, что ребенок не вернется. Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят хранить наши традиции. Они хотят учить нашу историю. Они хотят 9 мая выходить на парад вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Поверьте мне, они этого хотят. И они достойны. Да, конечно. Этого достойны. Особая боль, когда живы ветераны, свидетели тех лет, когда знают, как это все было. И на их глазах переписывается, коверкается история. И героями выставляют вообще бандиты. Это нужно понимать здесь. Это нужно понимать простым людям, простому человеку. Потому что я убеждена, что Россия, Украина, Белоруссия, они неделимы. Абсолютно точно. Мы один народ. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Мы не можем развиваться и процветать как-то отдельно друг от друга. И сильны мы, когда вместе. Сильны. Как это нельзя понять? Я вот, ну правда, ну неужели не видно? Ну подкройте вы, посмотрите, как все было. Ведь все еще живо. Дело в том, что это понимают, но это понимают как раз таки те, кто и запланировал давным-давно, много десятков лет тому назад, а может быть и сто лет тому назад, вот именно так добраться до России, именно нашими людьми, противопоставить один народ другому народу. Фактически мы одно целое, но противопоставить, заставить ненавидеть друг друга. А может наша слабость еще в том, я опять же обобщаю, когда немножко исказили исторический какой-то факт. Пошумели чуть-чуть, замолчали. Немножечко переписали учебник истории. По чуть-чуть, да. А что-то там повозмущались, замолчали. И дальше по чуть-чуть, по чуть-чуть, сознание меняет, меняет, и выросло целое поколение, которое знает совершенно другую историю, да. И у которой ненавидишь к русскому вообще, все, что связано с Россией, с русским. Так вот это вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы допускаем в этом наша слабость. Может сразу надо, когда начинают менять вот это вот святое, может надо сразу вставать всем миром. Я не про революцию, я про вот это возмущение, а не затихать, затихать, затихать. И когда уже разгрозилась вот эта вот беда, и мы такие все сплотились, и пошла кровь литься. У нас бедная наша земля российская, пропитанная этой кровью, уже не знаю. И испокон века, да. Вот что мне бабушка говорила, внученька, лишь бы не было войны. Сейчас что я говорю в своем деле? Лишь бы не было войны. И вот это вот, из поколения в поколение, мольба вот эта, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. И я думаю, Боже, ну, наверное, вот правда Россия, Богом хранимая земля, потому что мы еще есть. Вот правда. Иоанн Кронштадтский говорил, что Россия – это престол, подножие Господне. Поэтому наших святых нужно читать, нужно знать. Еще он сказал такую фразу, если соберем любовь каждого в одну любовь, если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Так вот, нужно собирать любовь и волю каждого в одну волю, в один кулак. И тогда мы выстоим. Мы на самом деле забываем то, что на сегодняшний день в современном мире он так развивается быстро, технически развивается, прогресс везде, техника на грамме фантастики, но тем не менее мы забываем об одной важной вещи. Мы можем кушать разную еду на кухне, вкусную, можем выпить отраву и умереть, но ту отраву, которую нам дают систематически через средства массовой информации, вот то информационно-психологическое воздействие на подсознание, на умы людей, оно на сегодняшний день до такой степени сильное. И происходит деформация образа, деформация образа России в мире вообще. Вот сегодня в Америке как относятся к России, как на Украине относятся к России. Вот наши люди, наш народ. А я расскажу, как сегодня там дети, школьники копают окопы, помогают родителям, потому что им рассказывают о том, что завтра придет русский и их убивать. И они копают окопы на полном серьезе. Но это же невозможно. Необходимо как-то менять, как-то понимать людям. У меня даже был проект такой, я работаю над этим, сама, к сожалению, не могу, специалисты, эксперты, я попросила помощи, чтобы какое-то свое видение дали. Разработать законопроект о безопасности, об информационно-психологической безопасности. То есть подается информационно-психологическая безопасность. Мы даже не чувствуем, как нам все это влияет. На подход записывается такой массовый гипноз, а потом такой раз, и мы все такие, да, ну, я утрирую, конечно, побежали, пошли, как стадо баранов. Это важный очень вопрос, и каждый человек должен понимать, что вот те истины, те самые простые истины, которые были заложены нашими бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками, мамами, папами, нашими чувствами. Это то самое честное, самое правильное. Не забывать их надо. Наталья, скажите, пожалуйста, вот я уже волнуюсь, вы еще кто-то есть, кто так рассуждает в мире политики, или вы одна? Вот мне хочется, чтобы было этих людей много, или вы одна? Я думаю, что каждый политик настроен на то, чтобы сохранить мир. От этого в конце концов выигрывают абсолютно все. Но никому не нужна война. Ну, я надеюсь. Просто здесь такая тонкая грань, и нужно каждому вносить какую-то лепту. Ну, да. Еще в психологии есть такое понятие психологических границ. Маленький ребенок, он постоянно, как только научился ходить, он постоянно испытывает свою маму. Ну, условно говоря, испытывает. Вот я немножко подальше убегу. Мама молчит. А еще шажок. Мама говорит, сыночек, вернись, а я пойду и не послушаюсь. И еще убегу. И мама тогда ему говорит, сынок, вернись, накажу. И наступает тот момент, когда она берет его за руку и возвращает. То есть проверяет эти границы. Что мне можно в годик, что мне можно в два, что мне можно в три. если возвращаться в политику и провести аналогию такую, все равно вы человек команды. Как-то мне трудно представить, что вы совсем сама по себе. Нет, вы человек команды. Есть определенная система. Как я это себе понимаю, простой обыватель. Есть определенные правила, чтобы ты находился в этой системе. Вот существует ли у вас это условно назовем политическая мама, которая говорит, Наташ, вот до этих пор можешь высказывать, что ты против. Вот чуть дальше, Наташ, нежелательно. А вот туда я тебя верну. Что-то ты там заигралась. Вот такая политическая мама существует? Образно, образно я говорю. У нас демократия. и есть закон. Поэтому скорее это будет политический папа. Не нарушать закон. Хорошо, говорит. И хорошо, чтобы это было действительно так. Ну, площадка для дискуссии, поэтому... Но пока под прожектор почему-то попадаете вы. Тем не менее, после голосования ко мне официально никаких претензий со стороны руководства фракции и Думы никто не высказывал. Я их видела только в средствах массовой информации, когда журналисты спрашивали у того же Неверова Сергея Ивановича, а что вы теперь будете делать с Поклонской? Он говорил, что как-то там накажем Турчака тоже. Он так же говорил. А мне в глаза при встречах никто ничего не высказывал и никакого нарекания в мой адрес не было. Только через СМИ. Я немножко хотела бы психологи любят про детство поговорить. Немножко хотела бы про детство поговорить, но в другом контексте. Вот у каждого ребенка есть своя любимая игрушка. У меня была кукла. Я вот с ней носилась везде и всюду. Обыкновенная кукла, ничего в ней особенного. Пупс и пупс. И в какой-то момент, я помню, я вот так вот сидела, телевизор смотрела, и коляску вот так вот игрушечную вот так вот катала. Лежал этот мой пуп, с которым я вошкалась все время. И показывали документальный фильм, где настоящие живые младенцы и мама о них заботятся. И я ребенок, я помню эту реакцию. И вдруг я как-то озлобилась что ли, или что, как-то разозлилась. Я так вот коляску откинула от себя и говорю, да ты же не настоящая. И я уже выросла, и почему-то вот этот момент я все время вспоминаю. И не совсем понимаю себя то, что случилось. Ведь я так любила эту куклу. Я могу по-разному сейчас взрослый человек давать оценку этой ситуации. Но что-то такое произошло, что вдруг мне стало, что-то вызвало сильную эмоцию. Ты не настоящий. Такое отречение от этой куклы. Вот была ли у вас любимая игрушка? И есть ли какие-то такие воспоминания с детства, которые тоже вызвали какую-то у вас ребенка непонятную эмоциональную такую вот историю, и вы до сих пор это помните, не можете понять, а почему я так сделала? Да, конечно, была любимая игрушка. Это кукла Рома. Рома, Я его и подстригала, и рассчитывала на то, что волос вырастет, но он, к сожалению, не вырос. И красила, и операции делали с сестрой, и все, что угодно. Бедная кукла, я на нее не обижалась, ничего, все нормально. Потом сестра принесла, на 5 лет старше, принесла котенка со школы, просто бродячего котенка подобрала, и этот котенок, он заменил нам все куклы, все игрушки, он с нами переехал в Крым впоследствии, мы его тоже подстригали, усы и челку. Делали операцию? Да, нет, операцию не делали, он был послушный, мы его пеленали, он в коляске детской лежал, спал, он с нами прожил, ну, наверное, лет 14. Кот, кот, котофей, котофей, он просто наш любимец, мы выросли, я его вспоминаю, я очень люблю котов, но вот такого кота, как котофей, у нас больше не было, он такой прям член семьи, однажды на Донбассе, тоже помню, маленькая, еще совсем была, и мама чистила рыбу, хек жарила, и котофей очень любил рыбу, а у нас в саду речка была, змей, очень много, лягушек, змей, головастиков, там рыба тоже, которая плавала на тот момент, на тот период времени, вот мама на него ругается, ах ты такой, вот только клянчишь, иди, лови мышей, через какой-то период времени котофей приносит, мама еще рыбу жарит, приносит, приносит крысу, огромную, по детскому впечатлению, да, такая огромная какая-то крыса, ей бросает в ноги, и сидит, смотрит, что вы меняете крысу на рыбу, да, услышала, понимаете, вот так вот, да, вот понимает же все, и мы начинаем, да, вот все-таки понимать, уже там и по мяуканью, по поведению, уже на каком-то другом уровне с ними общаешься, но это правда, да, вот я свою собаку понимаю, что вот она сейчас радуется, а сейчас она жалуется, хотя, ну как, да, вообще со стороны смотрится, наверное, дурдом какой-то, ну я понимаю, она меня понимает, да, интересно, конечно, да, совсем на другом уровне общаемся, Наташа, а вот когда последний раз, и вообще было ли такое, что вы вот так вот по девичьи, в подушку, в голос ревели, если было такое, то может повод какой-то, который можно обозначить, ну не прям подробности, да, всякое бывает, и по девичьи, и по... не по девичьи, по-разному, ну какое-то, если разочарование, там что-то не получилось, ну ты, конечно, попереживаешь, попереживаешь, ну а так, чтобы реветь, да разное бывает в жизни, я... Вот я это и хотела услышать, но что, ну правда, ну действительно, живой человек, с живой душой, ничего человеческое не чуждо, и когда начинают вот обрастать, вот эти вот легенды непонятные, да все то же самое, да, но просто, ну, а с одной стороны то же самое, а с другой стороны совсем не то же самое, потому что огромный груз ответственности, да, и ваше решение, это решение совершенно другого уровня, вот поэтому вот такая вот история. Наташа, спасибо вам огромное, правда, мне было очень приятно, что вы приехали, еще раз повторюсь, что не знаю, как вы верите, в какие-то там знаки судьбы не верите, как угодно это можно называть, но я бесконечно счастлива, что вы приехали, и именно в тот день назначили встречу, когда у меня день рождения, и именно в тот день, который важен для всей страны, и для нас тоже, когда день конституции, а это высший закон, да, имеющий высшую юридическую силу, основной закон государства, и мне очень хочется, очень хочется, чтобы таких политиков, с человеческим лицом, которые вот буквально по-матерински беспокоятся за родину, да, патриот настоящий, Наталья Поклонская, вот я хочу, чтобы вас, не знаю, клонировали побольше, или что, что происходило, я не знаю, но мне кажется, наступил тот момент, когда женщина выходит вперед и говорит мужчинам, не бойтесь мужики, вперед, но это мое мнение, могу ошибаться, с вами была Светлана Прель, и замечательная, замечательная Наталья Поклонская, и храни Бог Россию нашу, спасибо большое.